Александр, здравствуйте! Вы в одном списке с Газпромом, с Ургутнефтегазом. Как байкеры вообще попали под ограничения Канады? Что же вас так боятся-то там? Ну, сами себе на этот вопрос ответьте. Там только в этих списках достойные люди. Поэтому я рад быть, оказаться среди них. В любом случае, я сам не могу понять, какое отношение канадские и англосаксы имеют к Крыму и Донбассу. Но мне кажется, может быть, они боятся какой-то мести за Чингачкуха, которого они там прогнали от себя. Александр, вот понятно, если бы Европа вас испугалась, это вот даже бы не обсуждалось. Но ведь вы даже про Канаду-то ничего не говорили и не собирались туда. С чего бы вдруг? Ну, ответьте сами себе на этот вопрос. Я тоже сам не могу понять, какое они отношение имеют к Крыму и какое они отношение имеют к Донбассу. Эти передовая демократия англосаксонская, тем более Канада, скоро, наверное, может, введут еще межгалактические санкции. Им все мало, мало. Там, я думаю, может быть, какие-то космические введут новые. Я их жду очень. Но все это, на самом деле, от бессилия, от какого-то, от злости какой-то непонятной и от бессилия. Только вот это я вижу. Я думаю, космические санкции тут Вашингтон будет инициировать. Я хотела все-таки уточнить, чтобы какую-то связь между вами и Канадой найти. Быть может, шоу у вас должно было состояться в этой стране, нет? Нет, это следующий этап. После Аляски. Следующий это будет Канада. Ну а что вы можете сказать вообще о расширении санкций? Вы попали в список вместе с крупнейшими нефтяными компаниями. И более того, чиновники-то там грозятся даже на 50 лет санкции продлить. С чего вдруг Канада так разозлилась? Мне сложно судить. Я еще раз повторяю вам, что я не знаю, какое они отношения имеют к Донбассу, канадские англосаксы имеют к Донбассу и Крыму. Мне это непонятно совершенно. Может быть там, не знаю, может быть это инициируют эти бандеровцы, которые активным, очень там, значит, недобитые, которые бежали в Канаду после Второй мировой войны. Вот в Великой Отечественной войне, в первую очередь, конечно. Может быть это причина, но то, что сходят с ума, это явно. Александр, вы ответите что-то Канаде на вот такие вот санкции в адрес ночных волков? Нет, это они ответят за гибель Ченгачгука. Спасибо вам большое. Что ж, будем следить за этой ситуацией. Хорошо, что вы в Канаду не собирались, ваши планы не нарушены. На прямой связи со студией был лидер мотоклуб «Ночные волки» Александр Залдостанов. Канада расширила санкции против России и в новый список попал мотоклуб.